Что касается статистики в нашем городе, на территории, где мы проживаем, то динамика заболеваемости различными локализациями и общая заболеваемость в принципе за последние 3-5 лет остается на прежнем уровне. То есть нет особого прироста заболеваемости, но цифры заболеваемости, смертности остаются на достаточно высоком уровне, как по России, так и во всем мире. Чаще болеют взрослые, потому что заболеваемость детского населения, там есть различные группы, это заболевания, к которым относятся гемобластозы, которые наблюдаются и лечатся у детских врачей, у детских онкогематологов в Украинском гематологическом центре. В среднем 3-5 человек, это общее количество детей, заболевших именно на территории сурийской и принадлежащей территории в год. И порядка 600 человек, это все возрастные группы взрослого населения, как мужчин, так и женщин. Пациент, назовем его просто, ну, человек-житель, обращается в лечебно-профилактические учреждения с какими-то жалобами либо с какими-то, ну, с какими-то мысленными специалистами. Начинается, как правило, со смотрового кабинета, дальше уже по специальностям, либо к терапевту, к хирургу, к дерматологам. И уже эти специалисты после какого-то обследования начинают, направляют этих пациентов либо на дообследование, либо на консультации уже к онкологам, либо к врачам соответствующих специальностей. В Владивосток уже направляют, как правило, пациенты, у которых, назовем их уже пациентами, потому что туда люди с подозрениями, с недообследованными не должны ехать. Туда ехать должны люди, которые уже имеют злокачественное образование.